Афон Святая гора Афон Святая гора Афон находится на северо-востоке Греции и является частью полуострова Кауки-Дики. Длина полуострова Афон 56 километров, а высота самой горы 2033 метра над уровнем моря. Древняя история Афона практически неизвестна. Источники сообщают о существовавших здесь в древнегреческих городах-полюсах, местонахождение которых до сих пор точно не установлено. В первую очередь Афон известен как Великая Православная Святыня. Согласно преданию, Богородица вместе с Евангелистом Иоанном по пути на Кипр из-за шторма вынуждена была пристать к берегу Святой горы. Богородица, потрясенная уединенностью и красотой Афона, попросила у своего сына в дар это место. И с тех пор Афон стал делом Пресвятой Богородицы. Первые монастыри на Афоне появились в IV веке, однако достоверные сведения все-таки относятся к VII-IX векам. Тем не менее, на протяжении уже более тысячи лет монашеская жизнь здесь существует непрерывно и развивается на основе древнего христианского аскетизма. Также стоит еще отметить, что монашество на Древнюю Русь было занесено именно со Святой горы Афон монахом Антонием Печорским. Большинство паломников, несомненно, хочет подняться на вершину Святой горы Афон, но туда нет прямой дороги и восхождение возможно только по горным тропам, пешком или верхом на мулах. Так как аренда мулов не дешевая, то если у вас есть сила и здоровье, то лучше подняться пешком. Существует два способа, чтобы подняться на вершину Афона. Первый способ – это на пароме доплыть до причала скита Святой Анны и подняться 400 метров до самого скита, переночевать в нем и рано утром начать восхождение. И следующей ключевой точкой на высоте около 750 метров будет место Ставрос. В переводе с греческого это означает крест. Там действительно есть крест и, что самое важное, источники воды. Это место, где сходятся все тропы этого района. Второй путь будет длинней, но зато он более пологий. Вам вначале необходимо добраться до первого Афонского монастыря, Великая Лавра, и оттуда пойти пешком до Ставроса. От Ставроса идет единственная тропа на вершину горы. На высоте 1500 метров есть келья Панагия, в которой также можно остановиться, переночевать. Там есть вода и печка для обогрева. От Панагия тропа далее поднимается на саму вершину горы, где в XIX веке был установлен металлический крест, а рядом с ним несколько лет назад началось строительство храма в честь преображения Господня. С вершины горы открывается замечательный вид, и если вам повезет с погодой, то можно увидеть большую часть Афонских монастырей с высоты птичьего полета. Если восхождение начать рано утром, то можно успеть посетить вершину горы за один день. Приятного путешествия! Субтитры создавал DimaTorzok